Без социализма нет будущего в мире. Фребета Класс Равно Галери Матлевью Равно Трю Айтем Проп Равно Имидж Фребета 23 мая 2 Без социализма нет будущего У Фребета, которому при рождении было дано имя Карлос Альберта либо Неокристо, похоже, есть ответы на все вопросы, связанные с его идеями, глубоко уходящими своими корнями в теологию освобождения, возникшую более 50 лет назад и связавшую марксистское мировоззрение с католицизмом. Фребета является одним из ее ярчайших представителей. Он родился в Бразилии, интеллектуал левых взглядов, в молодые годы был журналистом, а потом стал монахом-доминиканцем. Во времена военной диктатуры в Бразилии, 1964-1985 годы, против которой он выступал, его арестовывали и подвергали пыткам. Осуществляя свое служение в качестве монаха и идеолога теологии освобождения в трущобах Сан-Паулу, он познакомился с Лулой да Силвой, на данный момент бывшим президентом страны. Фребета был советником Лулы в период его президентства. Автор двух десятков работ, от очерков до романов, дваждую достоин премии Жабот, одной из самых престижных в Бразилии. Но прежде всего он убежденный сторонник социализма, несмотря на все его неудачи, видят в нем единственную систему, способную обеспечить социально-политическое равенство, в котором так нуждается Латинская Америка. Куба Дебати, что вы думаете о социализме в Венесуэле? Считаете ли, что там необходимо пересмотреть методы управления государством? Фребета, каждый народ имеет право на суверенитет, и никакое государство не имеет права вмешиваться в дело другого и указывать ему, что правильно, а что нет. Начиная с 18 века США, именно этим и занимаются во всех странах Латинской Америки, включая Доминиканскую Республику. В 1965 году США осуществили военную интервенцию в эту суверенную страну при пособничестве Вооруженных сил Бразилии, которые согласились обслуживать интересы Белого дома. Если в Венесуэле есть проблемы, то, как мне представляется, решать их должен народ этой страны. Никто не должен вмешиваться в их внутреннее дело и указывать, что нужно делать. Я выступаю в защиту боливарианского правительства Венесуэлы и считаю, что Мадуро и Чавес были избраны демократическим путем, но Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, и для США дешевле закупать нефть в Венесуэле, чем в Саудовской Аравии. Я прекрасно понимаю, что интересы Белого дома в Венесуэле точно такие же, как в Бразилии. Дело в том, что, работая в правительстве Лулы, мы обнаружили в Заливе Святых, на побережье Сан-Паулу, практически неисчерпаемые залежи нефти. Таким образом, во главе угла стоит не демократия, а империалистические интересы США. В таком случае, как вы оцениваете роль России в Венесуэльском кризисе? Я благодарен Владимиру Путину, потому что он обеспечивает равновесие. В силу своего могущества США не желают кого-либо слушать. Но, слава Богу, есть две страны Россия и Китай, которые могут говорить с США на равных. Так что я благодарен России за обеспечение этого равновесия. Если бы не мощь Китая и России, то человечеству пришел бы конец, наступила бы глобальная диктатура Белого дома. А чем вы объясните? Допустим, увеличение миграционных потоков из Венесуэлы. В результате миграции многие венесуэльцы оказались в Доминиканской республике. Они рассказывают о непростой обстановке в своей стране. Действительно, Венесуэла сталкивается с трудностями. В любой стране, где есть трудности, наблюдается миграция. Посмотрите на Африку, сколько мигрантов отправляется оттуда в Европу и Азию. Там побывал Папа Франциско и выступил в защиту прав мигрантов. Разумеется, проблемы существуют. Я не утверждаю, что в Венесуэле все хорошо, ни в одной стране все хорошо не бывает. И люди отправляются в другие страны в надежде на лучшую жизнь. Это не значит, что там они станут безбедно жить. Вон в США насчитывается 50 миллионов бедняков. То есть многие из тех, кто отправился туда, рассчитывая разбогатеть за 2-3 года, в итоге оказались у разбитого корыта. Это часто происходит с людьми, выезжающими из страны и попадающими в атмосферу трудностей и давления. В Латинской Америке мы наблюдаем изменения в соотношении сил. Лет 7 тому назад левых правительств там было если и не большинство, то во всяком случае много. И вообще на континенте преобладали левые тенденции. Однако несколько лет назад соотношение сил стало изменяться. В Бразилии к власти пришел Жайр Балсонару, в Эквадоре Ленин Марино. И этот случай достаточно поразительный. Раньше Марино выступал в союзе с Корео, а теперь перешел на правые позиции. Что происходит в Латинской Америке? Начнем с того, что прогрессивные правительства Латинской Америки совершили ряд ошибок. Я бы сказал, что было совершено три крупных ошибки. Первое, не было проведено политическое просвещение народа, не была изменена его политическая культура. Второе, слишком большие надежды были возложены на экспорт сырья, в то время как нужно было предпринять усилия по расширению внутреннего рынка. И, наконец, третье, слабая борьба с коррупцией, не были должным образом расследованы коррупционные дела. Строительная компания Адебрехт коррумпировала людей во всей Латинской Америке, за исключением Кубы. Разоблачители Адебрехта тщательно расследовали связи этой компании с правительственными чиновниками. А ведь эта компания строила порт Мариэль и не сумела вовлечь в коррупционные схемы ни одного кубинца. Этот факт следует признать. Таков уж их характер. Что касается Эквадора, то здесь вопрос не в плохом управлении, а в предательстве. Политическом и личным. Ленин Марино не может держать своего слова, и я этому свидетель. Когда он баллотировался в президенты, меня пригласили к нему домой. Марино пообещал, что о моем посещении сообщаться не будет, что никаких фото тоже не будет, поскольку я этого не хотел. И на следующий же день всю газету сообщили о том, что я посетил его дом. У Ленина Марино нет воли, он не может выполнять свои обещания. Очень жаль, потому что Латинская Америка достойна лучших правителей. Правые силы во всем мире перешли в наступление, они вмешиваются в выборы через социальные сети, а мы прекрасно знаем, что эти сети находятся под контролем США. Если у тебя есть смартфон или компьютер, то он может следить за всем, что происходит вокруг. Об этом рассказывает Оливер Стоун в своей картине под названием «Сноудин» о том самом Сноудине, который сейчас проживает в России. Меня лично ничуть не удивляет, что был использован интернет для поддержки правых. А многие все еще не имеют возможности работать в интернете, и это печально. При возвращении к Венесуэле и России возникает вопрос о правах человека. Некоторые авторитетные организации указывают на нарушение прав человека. В России действуют законы о преследовании гомосексуалистов и политической оппозиции. В таких случаях вмешательство допустимо или нет? Во-первых, нет такой страны, которая за всю историю человечества так грубо не нарушала бы права человека, как США. США нарушали права человека с момента создания корпуса морской пехоты в 18 веке. Они нарушают их в тайной и противозаконной тюрьме в Гуантанамо, расположенной на территории суверенной страны. Вашингтон содержит там так называемых захваченных террористов. Соответственно, Белый дом не имеет никакого морального права говорить о правах человека в какой бы то ни было стране. Кстати, если бы в Венесуэле нарушались права человека и Мадуро был бы диктатором, как его называют, знаете, где оказался бы Хуан Гуайда? В тюрьме. А он по-прежнему на свободе. То есть никаких нарушений там нет. Во многих странах существуют предубеждения в отношении гомосексуалистов и ЛГБТ-сообщества в целом. Россия одна из этих стран, и я ее за это осуждаю. Я ни в коей мере с этим не согласен. Любой человек вправе иметь ту сексуальную ориентацию, к какой он склонен. Гендерное различие заложено в человеческой природе, и изменить это невозможно. Вы только что упомянули об ошибках прогрессивных правительств Латинской Америки. Из тех, что еще остаются в власти, какие успехи можно упомянуть? Прогрессивные правительства уделяли большое внимание правам беднейших слоев населения. В частности, в Бразилии простые люди никогда не чувствовали себя так хорошо, как во время правления Лулы Дасилвы и Дилмы Русев. Были созданы условия для улучшения жизни бедных, которые получили доступ к жилью, культуре, оздоровительным объектам, образованию, системе здравоохранения. Правительство Лулы Дасилвы и Дилмы Русев пригласили 11 тысяч кубинских врачей, сейчас Балсонар отправил их из Бразилии и остался без медицинского персонала, готового лечить бедных. К сожалению, некоторые врачи рассматривают свою профессию как средство извлечения доходов, не желая оказывать помощь наиболее бедным. Они стремятся работать в городах и делать деньги на здоровье всех прочих. Успехи тогда были настолько впечатляющими, что рейтинг Лулы к концу его президентства достиг 87%, и, чтобы не допустить дальнейшего нахождения партии Лулы у власти, потребовались жесткие меры, первая из которых стал госпереворот с отстранением Дилмы Русев от власти. Ее отстранили несправедливо, противозаконно, в нарушении Конституции, чтобы, во-первых, привести к власти те меры, а во-вторых, отправить Лулу за решетку, потому что в случае его выдвижения кандидатом в президенты он наверняка бы победил на выборах. Необходимо было вывести Лулу из политической игры, поскольку он представлял угрозу для правящего класса, отличавшегося особой жестокостью и даже не помышлявшего соблюдать права человека. Капитал всегда стоит выше прав человека, капитал всегда дороже даже человеческой жизни. Кто-то получает прибыль, а бедняки идут в ад, страдают от голода, рано умирают, и никому нет до этого никакого дела. Какая же система должна прийти на смену той, что мы называем капитализмом? Без социализма у человечества нет будущего. Вы можете сказать, что опыт построения социализма в Советском Союзе оказался неудачным, и это действительно так. Католическая церковь несет ответственность за ошибки Инквизиции, но от этого она не перестала быть католической. Социализм это не только исторический опыт, но и эксперимент по распределению земли и плодов человеческого труда. Пока человечество не начнет справедливо распределять ресурсы, у него не будет достойного будущего. Но ведь социализм, как радуга, имеет множество оттенков. Есть экстремальный социализм, есть центристский. Я склоняюсь к социализму, в котором будут воплощены высшая правосудие и свобода. Нечто подобное строит Куба. Если перейти к вопросу о католической церкви, то предыдущие понтифики Иоанн Павел II и Бенедикт XVI были достаточно консервативны. Иоанн Павел II резко выступал против теологии освобождения, одним из основных представителей которой в Латинской Америке вы являетесь. Сейчас во главе Святого Престола стоит Франциск, уроженец Латинской Америки. Его позиция, по всей видимости, несколько иная. Как вы считаете, он предпринимает какие-то шаги внутри католической церкви, чтобы изменить эту консервативную традицию. Да, он предпринимает немало шагов в этом направлении. Но нужно время, поскольку 1934 года во главе церкви стояли консерваторы. В настоящее время католическая церковь представляет собой консервативный институт, во главе которого стоит прогрессивно мыслящий человек. Франциск является убежденным сторонником теологии освобождения. Несомненно, он самый выдающийся на сегодняшний день глава государства, имеющий смелость защищать наиболее обездоленных беженцев в Европе, осуждать империализм и культ рынка. Он выступил с энцикликой. Хвала тебе, которую люди, не исповедующие католицизм, и просто неверующие считают важнейшим документом в области охраны окружающей среды. После во всех экологических документах речь идет о недостатках нашей планеты, а Папа Франциск стал единственным, кто указал на их причины. И это очень важно. Внутри церкви существует ряд группировок, выступающих против Папы Франциска, в частности Опус Деи. Получается, что церковь в значительной мере утратила свою социальную базу. Она как раз не утратила ее в силу существующего плюрализма мнений, что является весьма положительным фактором. Ведь и Евангелий было четыре, и каждая по-своему описывала Христа. Проблема заключается совсем в другом, в клирикализме. Допустим, богослужение у евангелистов проходит в веселой, непринужденной атмосфере, и люди прекрасно себя чувствуют, присутствуя на них в течение двух или даже трех часов. Но вот пошли на католическую мессу и чувствуете, что она утомительна, поскольку верующие должны все время смотреть на священника. Они, по сути дела, не участвуют в богослужении. А после окончания, при выходе из церкви у них даже не хватает вежливости поприветствовать друг друга и справиться о делах и здоровье близких. Никому и в голову не приходит принести какие-то кушанье, чтобы устроить совместную трапезу после мессы. Пока в католической церкви будет существовать клирикализм, который папа Франциск жестко критиковал, число прихожан будет неуклонно уменьшаться, потому что людям это не нравится. Сегодня происходит вот что. Представители средних и высших слоев общества посещают католические храмы, а обслуживающий персонал водителей, поварихи, уборщицы идут к евангелистам, потому что люди с малым достатком чувствуют там себя уютнее. Нужны перемены. Архенида Ромера. Куба. Куба.